Приветствую вас. Вы знаете, ну, хочется обратить ваше внимание на несколько деталей, которые, на мой взгляд, достаточно важны, но на которых вы как-то совершенно не заостряете свое внимание, а очень жаль, потому что это действительно очень важно. Смотрите, вы выбрали такой тип сосуществования со своим молодым человеком, при котором общение ваше, судя по всему, происходит исключительно только ночью. И я, конечно, не знаю, но, может быть, молодой человек просто банально устает. Как вы думаете, может ли такое быть или нет? Это первое. То есть вы выбрали, вы выбрали, ну, вот такую форму взаимодействия с молодым человеком, вот, что возможно и нет у вас никакой возможности разговаривать. разговаривать. Я, конечно, не хочу сказать, что это хорошо, но, тем не менее. Второе. Тут я вам скажу, вряд ли вам понравится, но, тем не менее, важности момента это не от меня. Значит, вот вы говорите, что я пытаюсь с молодым человеком поговорить. Хорошо. Почему молодой человек должен с вами разговаривать? Я понимаю, звучит это достаточно грубо и, вероятно, вам это будет неприятно, но всё же. Всё же. Почему молодой человек должен с вами разговаривать? То есть, как бы, какой ему мотив это делать? Ведь, если вы, к примеру, ему, допустим, не интересны, то получается, что мотива разговаривать с вами у него нет. Если у него нет мотива с вами разговаривать, то его никак не заставляешь. Я вам даже больше скажу, что заставлять здесь как бы и не надо именно заставлять. Здесь надо бы над собой, может быть, немножко поработать. сделать так, чтобы человеку было как-то, ну, интересно общаться с вами. Вот. Это вот оно куда более правильный аспект. Куда более правильное направление. Вы говорите, что вам не хватает внимания. Как я понимаю, речь идёт о внимании к вам, молодого человека. Вам вообще внимания не хватает или только его? Вам часто не хватает внимания? То есть, как часто вы испытываете недостаток во внимании? Скажем так. Это очень важный момент. Далее, вы говорите, что вы начинаете злиться. Тоже весьма показательный аспект. Спасибо вам большое за искренность. Злиться на что? Почему вы злитесь? Кто именно вас злит? Что вы чувствуете? Дальше. Условно говоря, вы требуете от своего молодого человека, чтобы он давал вам то, что вы хотите. То есть, это именно требование. Вот. Но чем продиктовано требование? Я думаю, что вряд ли вы будете спорить с собственной потребностной природой данного требования. Коль это так, то, в первую очередь, нужно подумать о том, как самостоятельно удовлетворить данное свое желание. На случай, если молодой человек, к примеру, помогать вам не захочет. Такое, пусть и неприятно, но, может быть. Так что здесь, я вам рекомендую, как следует потом подумать. Если будете давить на своего мужчину, если будете на него давить, то отстраняться от вас, он будет еще больше, еще сильнее. И претензии предъявлять вам, даже если они несправедливые, претензии в том, что вы выносите ему мозг. Пробожит. Потому что человек-то ведь руководствуется своими чувствами. И защищает он себя. И разрешить эту непростую историю можно только через точно такое же ориентирование на себя в глазах собственных и в глазах молодого человека. Только так можно добиться того, чтобы между вами возник какой-то диалог. Иными словами, мужчина должен, ну, просто, скажем так, он должен захотеть с вами общаться. А для этого ни в коем случае нельзя его к этому принуждаться. Для этого ни в коем случае нельзя от него требовать, чтобы он делал для вас что-то, чего он, может быть, либо не хочет, либо, там, к примеру, ну, не заинтересован. Вот. Либо что-то еще. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот. Дальше. Вы пишите. Я не знаю, что делать. Пишите вы. На мой взгляд, на мой взгляд, ну, очень важно было бы для вас понять, что делать, чтобы что. Чего вы хотели бы, если гармонизировать отношения, это одно, если наладить отношения внутри себя, ну, то есть, внутри личности вашей, это другое. То есть, тут нужно вам крепко на эту тему подумать. Подумать, потому что, как вы действуете сейчас, да, это, ну, по сути, прямой путь к разрыву отношений. Если вы не хотите, чтобы отношения были, ну, разрушены, вот, то нужно срочно менять свое поведение. Чем быстрее вы это будете делать, тем лучше, потому что промедление в данном случае может вам выйти боку. К сожалению, к сожалению. На этом, в принципе, я думаю, что можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.